Сегодня международный день мультфильмов. Этот праздник мир официально стал отмечать только 13 лет назад. Сегодня анимация доступна для просмотра со всеми спецэффектами. Белорусы не отстают и создают сериал «Колобок в 3D». Сюжет Катерины Шибко. Бабка! А бабка! Ну? А испеките нам, родная, Колобок! Этот мультфильм совершенно новой интерпретации Колобка явно не назовешь. И даже несмотря на то, что сценарий переписывался множество раз, в основе все тот же сюжет, который каждый помнит с детства. Колобок, Колобок, а я тебя съем! Если ты делаешь известную вещь, довольно классическую, то у каждого свое видение, своя интерпретация. То есть я понимала, что я могу, что я попаду. Были две вещи, незакрытые. Это съесть ли мне все-таки в конце Колобка, не будет ли это травмой для детей, да? Это первый был вопрос. И второй, чем же все-таки закончить кино? Вот что бывает с детьми, которые из дома убегают. Марина Карпова над созданием 11-минутного мультфильма. Вместе с командой, которая собиралась по ходу производства Колобка, работала практически 9 месяцев. На себя взяла функции автора, режиссера, аниматора и даже композитора, не имея при этом музыкального образования. Пришлось тоже по каким-то странным обстоятельствам написать самую музыку, не зная ни одной ноты. Музыка мне приснилась во сне. На утро я проснулась с полной партитурой в голове. Песню главного героя анимации исполнил на тот момент 9-летний Ян Лучина. В маленькую команду больших профессионалов школьник попал случайно. В школе, когда у нас был урок музыки, преподаватель по музыке сказал нам, спеть всем классам песенку. Потом выбрала меня. Ну, спеть песенку сейчас? Да. Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. По амбару я питер, по суседам скребен, на сметане я нежен, и на окошке я скружен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. Сейчас Яна уже 11 лет. Премьера мультфильма состоялась два года назад. За это время колобка посмотрели более 30 миллионов человек. Впрочем, главное не цифры, а то, что новую, старую сказку полюбили. После удачной анимационной картины у авторов возникла идея сделать продолжение целый сериал про колобка. Шесть выпусков в 3D. Будущий сюжет пока никто не раскрывает. Известно только, что у колобка появятся друзья. Сейчас аниматоры работают над этими персонажами. Вот так будет выглядеть зайка, так медведь. И если все получится, то уже в феврале зрители смогут увидеть первую серию с участием, в том числе и новых героев. Катерина Шипко, Андрей Градобоев и Денис Гатило, агентство теленовостей.